Привет, меня зовут Макс Белоусов, я сооснователь агентства Aventure, которое занимается упаковкой и продвижением мероприятий. Ссылочка на сайт здесь. Также можете подписываться на мой инстаграм, это мой ник небо табу. Сегодня мы хотим с вами поговорить про расчет финансовой модели для мероприятий. Мероприятия могут быть разные, как и музыкальные, так и бизнес-конференции, неважно. Начнем мы с расчета обратной воронки. Первый этап это обратная воронка. Зачем она нужна, что это такое? Есть понятие обычной воронки, вы при него слышали. Это когда мы, скажем, рассчитываем из 100 кликов, у нас, скажем, 10 заявок, из 10 заявок у нас 3 продажи. Вот это прямая воронка. Но так как нам нужно рассчитать от обратного, а от обратного это, как правило, от нашей финансовой задачи, то мы используем понятие обратной воронки. У меня на канале, на youtube канале есть отдельные видео на эту тему, можете перейти посмотреть, но сегодня вкратце расскажу об этом тоже. Соответственно, предположим, у нас финансовая задача миллион выручки. То есть мы хотим получить миллион рублей с нашего мероприятия. Все, мы пишем, соответственно, наша цель 1 миллион рублей. После этого мы должны определить средний чек мероприятия. То есть мы должны определить, сколько в среднем у нас будет стоить билеты. При этом средний чек это не средняя арифметическая между самым дешевым и самым дорогим билетом. То есть, предположим, если у нас мероприятие было там стоимостью 5, 10 и 20 тысяч рублей, это не значит, что мы от 20 отнимаем 5 и делим на 2. Нет. Это значит, что мы общее количество денег делим на общее количество клиентов. Таким образом, мы получаем средний чек. То есть мы должны примерно прикинуть, сколько человек купит билеты за 15 тысяч рублей, сколько примерно купит за 20 тысяч рублей. Дальше мы вот эту всю оборотку делим на количество клиентов, на количество покупок, а таким образом получаем средний чек мероприятия. Предположим, если у вас стоимость билетов 5, 10, 15, 20 тысяч рублей, правильно средний чек считать как отдельно посчитать, сколько вы планируете продать билетов по 5 тысяч, по 10, по 15, по 20, суммировать общую оборотку, поделить на количество продаж. Предположим, у нас получилось 5 тысяч рублей. Соответственно, чтобы нам сделать с вами 1 миллион рублей выручки со средним чеком 5 тысяч рублей, нам нужно 200 продаж. Пока что математика третьего класса, все должно быть понятно и ясно. 200 продаж. Дальше, так как у нас это обратная воронка, то есть вспоминаю, вот я ее так вот нарисую, здесь у нас 200 продаж. На этом конце горлышка у нас 200 продаж. Сколько нам нужно получить заявок, чтобы получить 200 продаж? Соответственно, здесь мы должны определить параметр конверсии CV. Предположим, у нас конверсия из заявки в продажу 16 процентов, то есть получается из 100 человек 16, которые оставили заявку, покупают у нас билет. Таким образом, чтобы получить 200 продаж, нам нужно 1250 заявок. Дальше, сколько нам нужно переходов на нашу Литген площадку, сайт, платежную систему, встречу ВКонтакте, там не знаю, где вы продвигаете свои мероприятия, не важно, там в воронке, там в каком-нибудь Лилу, там в Ацхелп, не важно. Сколько нам нужно кликов по рекламе? Это уже следующий параметр CV, то есть это можно назвать как CV2, это CV1. Предположим, у нас 10 процентов конверсия из кликов заявку. Таким образом, нам нужно с вами 12500 кликов, чтобы получить 1250 заявок, чтобы получить 200 продаж. Все, мы просчитали с вами основные параметры нашей обратной воронки. После этого мы с вами переходим, запоминаем эту цифру, точнее 12500 кликов. Вот мы и запоминаем, фиксируем. После этого наша задача с вами разобраться с маркетинг-костами. Пишем маркетинг-косты. Мы берем вот этот параметр 12500 кликов и умножаем на среднюю стоимость клика по всем рекламным каналам. Предположим, средняя стоимость клика в ВКонтакте 12 рублей, в Инстаграме 5 рублей, в Гугле, в Яндексе 20 рублей, там, ну и, не знаю, у блогеров селебрити-маркетинг 5 рублей. Мы все суммируем, берем, считаем среднеархметическое, предположим, у нас получается 10 рублей. Таким образом, умножаем 12500 на 10 рублей. У нас получается 125 тысяч рублей наш маркетинг-бюджет. Еще раз, как мы его получили? Мы просчитали с вами обратную воронку, отталкиваясь от нашей финансовой цели в 1 миллион рублей. Мы определили, что для того, чтобы нам получить 1 миллион рублей, нам нужно совершить 200 продаж по 5000 рублей, либо же получить 1250 заявок, либо же получить 12500 кликов по нашей рекламе. Таким образом, 12500 кликов нам стоит 125 тысяч рублей. После этого, как мы определили с вами наш общий маркетинговый бюджет, наша задача его распределить. Вот это самое сложное, самое важное. Давайте я это все сотру, вы это где-то все фиксируйте. Все, держим в голове нашу цифру в 125 тысяч рублей. Это наш маркетинг-бюджет. Наша задача распределить эти деньги. Чтобы их распределить, наша задача выбрать рекламные каналы, где мы будем с вами рекламироваться. Ну, стандартно ВКонтакте, предположим, берем Facebook, Instagram, контекстная реклама, YouTube и блогеры. Почему стоит распределять наш бюджет на рекламные каналы, а не использовать один канал рекламный? В принципе, вы можете, конечно, использовать и один рекламный канал, если вы уверены в эффективности данного рекламного канала. Если вы уже проводили мероприятие, вы уже рекламировались в данном рекламном канале, и вы получали определенный выхлоп с него. То есть, тут важно понимать, что это в любом случае риски. То есть, у вас есть определенный маркетинговый бюджет, ваш, у инвестора взяли, неважно. Это определенные риски. Соответственно, если вы готовы пойти на данный риск и выбрать только один рекламный канал, это ваше дело. Я советую сделать по-другому. Как я советую сделать? Если у вас здесь высчитан рекламный бюджет 125 тысяч рублей, я вам советую накинуть туда примерно 20% сверху. То есть, получается, у нас примерно 150 тысяч рублей. И эти 20% пустить на тест. Эти 20% воспринимайте как амортизация, как непредвиденные расходы. Чтобы мы, соответственно, у нас получается первый этап, это тест. То есть, задача данного теста проверить гипотезу по всем тем параметрам, которые мы планируем получить с каждого рекламного канала. Параметры это средняя стоимость клика, средняя стоимость заявки, охват, эффективность заявок, качество заявок, которые будут с каждого рекламного канала поступать, стоимость продажи, средний чек с каждого рекламного канала. Вот эти все параметры нужно считать и нужно иметь в виду. Это вам очень сильно пригодится. И у вас будет полная картина по продвижению мероприятия. И вы точно сможете принять решение, куда потом, как перераспределить ваш рекламный бюджет. Потому что большинство, к сожалению, маркетологов и людей, которые продвигают мероприятия, они смотрят только на 2-3 параметра. То есть, скажем, стоимость клика, стоимость заявки. Но это неправильно, потому что, скажем, если у нас стоимость клика и стоимость заявки дорогая, но при этом средний чек такого клиента высокий, то нам имеет смысл вкладывать в этот рекламный канал, потому что мы профит получаем больше. То есть, Роме, возвратность маркетинговых инвестиций у нас намного выше по сравнению с другими рекламными каналами, где стоимость клика, стоимость заявки ниже. Либо же наоборот, скажем, у нас, получается, стоимость клика супер дешевая, но при этом стоимость заявки дорогая. Почему так происходит? Потому что, скажем, у вас какая-то кликбейтная реклама, по которой там кликают, но при этом, когда люди переходят на сайт, они понимают, что их немножко обманули, либо там, ну, нерелевантный какой-то контент тому, который показали в рекламе. Соответственно, у нас получается клик дешевый, заявка дорогая. Поэтому нужно в голове держать все параметры и принимать решение на основе всех параметров. После того, как мы проводим тест на 25 тысяч рублей, помним, да, 20% от этой стоимости мы берем, мы, соответственно, получаем вот эти параметры. То есть мы проверяем, сколько в итоге стоит у нас клик, сколько у нас средней стоимость заявки с каждого рекламного канала, сколько средний чек с каждого рекламного канала, сколько у нас охвата получается, да, то есть там может быть проблема еще в охвате. И мы определяем, если у нас какие-то рекламные каналы фигово сработали, то есть либо у нас не сработала рекламная связка, то есть креатив плюс текст, да, либо у нас не сработала целевая аудитория, на которой мы рекламировались, либо сам оффер, сам месседж не сработал, либо настройки рекламной кампании не такие. То есть надо разбираться. То есть, по сути, наша задача вот после этого теста определить, где у нас что не так, то есть отсигнализировать, да, скажем, вот здесь у нас что-то не так, и вот здесь что-то не так. На примере одного из наших проектов могу рассказать, что когда мы, скажем, разрабатывали воронку для проекта одного, и ребята всегда, там, то есть ребята, которые работали по трафику, они всегда скидывали, там, в чат, соответственно, там, параметры. Работала не моя команда, я был, получается, как консультант. То есть я им, моё агентство выступало как внешний такой консалтинг для компании, у которой уже были свои специалисты, мы их, как бы, ввели. Вот, и мы, соответственно, скинули им план построения воронки, мы им скинули гайд по настройке рекламы, они скидывали, соответственно, как они все это настроили, сами креативы, все было классно, супер хорошо. Но, когда запустилась реклама, у нас заявки были по 2000 рублей, там, по 1000 рублей, клики там по 50, по 100 рублей, я понял, что что-то не так. Хотя, вроде креативы окей, там окей, все окей. И мы нашли причину, причина была в цели самой рекламной кампании. То есть была цель на охваты поставлена, вместо того, чтобы была цель на конверсии поставленной. Вот такие моменты, они, лучше, чтобы вы эти моменты на этапе тестирования замечали. Потому что, как только вы будете вкладывать кучу денег, там, и масштабировать свою рекламную кампанию, прикиньте, стоимость проблемы, стоимость этой ошибки, которая у вас может быть. То есть это уже не 25 тысяч рублей, это уже может быть там 100 тысяч рублей. Чтобы вы вот так вот не, грубо говоря, не сели в лужу, лучше еще раз проверить, что все работало. Как только у вас стабильно рекламная кампания работает, все у вас там, естественно, все параметры просчитаны, проверены, сверены с обратной воронкой, которую мы считали в начале, дальше можно уже масштабировать наши рекламные каналы. То есть получается, следующий этап, это масштабирование. То есть мы масштабируем наши рекламные каналы, а где-то, если нужно, перераспределяем рекламный бюджет. То есть, скажем, видим, что Роми с ВКонтакте у нас выше, чем, не знаю, там, с Ютуба в два раза, да, в два раза, да. Все, отрубаем Ютуб, перераспределяем бабки, которые у нас были на канал Ютуб на ВКонтакте, да. Вот. То есть вот эти махинации мы делаем, если необходимо. Значит, мы масштабируемся. После масштабирования мы проводим анализ, еще раз, да, анализ, потому что мы же запускаемся уже на полных мощностях, получается. И после анализа мы делаем корректировку, корректировка. Да? Корректировка. То есть, тоже там перераспределение бюджета, выключение каналов рекламных, включение, может быть, добавление каких-то рекламных каналов. И опять, соответственно, возвращаемся к масштабированию. Дальше. Многие у меня спрашивают, типа, как вот распределить рекламный бюджет на вот этапе планирования, да. Я вам посоветую, я вам дам совет из финансовой сферы. Я это называю правило инвестирования, да. То есть, скажем, если у вас есть 1 миллион рублей, либо, как у нас, 125 тысяч рублей, которые мы хотим инвестировать в рекламные каналы, естественно, мы хотим обратного выхлопа. Это как в инвестициях. Значит, есть высокорисковая инвестиция, есть среднерисковая инвестиция, есть низкорисковая инвестиция. Низкорисковая инвестиция, если вы, скажем, были начинающим финансистом, это, скажем, положить деньги под процент в банк, да. То есть, со Сбербанком ничего не произойдет, это государственная структура, но там маленький профит, да. То есть, очень маленький годовой процент, который еле-еле покрывает инфляцию, либо вообще не покрывает. Но при этом мы спокойны, что наши деньги там лежат, и они чуть-чуть там увеличиваются. Это низкий риск для нас. Средний риск, это, скажем, купить какую-нибудь акцию, там, не знаю, акция компании Tesla, там, либо какой-нибудь там из топ-10 списка. Высокорисковая инвестиция для нас, это, предположим, там, не знаю, вложиться в биткоины, да. То есть, мы, как бы, как можем много заработать с большим профитом, так можем и прогореть. То же самое здесь. То есть, когда мы выбрали с вами, скажем, там, 6-10 рекламных каналов, мы должны их распределить на высокорисковые, среднерисковые, низкорисковые. Низкорисковые – это те рекламные каналы, которые точно сработают, которые точно дадут вам результат, но при этом они, скажем, дорогие. Ну, как правило, это контекстная реклама. То есть, она всегда запускается. С горе пополам все равно вы получаете оттуда заявки, все равно вы получаете оттуда продажи, потому что там сформированный спрос. То есть, там люди, которые идут в контекст, они вбивают, там, скажем, мероприятие по бизнесу, увидят вашу рекламу, все. Это горячая аудитория, да, она дорогая, но она конвертит. Среднерисковые инвестиции в рекламные каналы, предположим, это Инстаграм. Инстаграм, вы его сами не запускали, но вот вы слышали, что вот ребята, которые тоже занимаются в продвижении мероприятий, они запускали данный рекламный канал, и у них круто сработало, у них были заявки по 150 рублей, предположим. Вот. Это для вас средний риск. То есть, вроде как вы сами это не делали, но вы где-то слышали, и вроде как хорошие результаты этого рекламного канала. Высокий риск это когда ни вы, ни кто-то на рынке вообще этого не делал, и вы таки думаете, а дай-ка я это сделаю, да, предположим, скажем, не знаю, там, появилась новая фишка, там, не знаю, там, предположим, там, три года назад были, только-только стартовали туннели продаж в мессенджер, да, там, то есть, там, сервис Лилу, там, скажем, какой-нибудь либо WhatsApp, либо там Textback, либо там Sendler, рассылки ВКонтакте. И вот вы, как первый проходец, решаете продвинуть ваш ивент, ваше, там, какое-то мероприятие через данную стратегию, да, то есть, вы хрен знает, как это сработает, но вы вот хотите это попробовать. То есть, для вас это риск, потому что это недешево, ну, и при этом хрен знает, как это сработает, там, хорошо сработает, плохо сработает, вот. Поэтому вот таким образом мы распределяем сначала наши рекламные каналы, называем их высокий риск, средний риск, низкий риск и распределяем в пропорции такой. 50% мы отдаем низкорисковым рекламным каналам, которые точно нам дадут результат, но при этом они не имеют там супер какого-то профита. Средний риск мы отдаем 30% и высокий риск отдаем 20%. Я бы так и распределил. Либо можно 70, 10, 20. Ну, то есть, это по вашему усмотрению. Ну, я думаю, смысл вы поняли, что большую часть бюджета мы все-таки тратим на низкий риск. Потому что мы не хотим обосраться, да, то есть, как бы, наши задачи, как бы, все-таки, какие-то деньги заработать. Поэтому лучше всегда делать то, что точно сработает, а на вот эти все гипотезы, тесты, там, какую-то денежку, конечно, выделить, но особо на это не рассчитывать. Вот. Это что касается распределения маркетинговых инвестиций, там, маркетинг костов. И последнее, что мы должны с вами просчитать, это косты на само мероприятие. Костов, на самом деле, уйма, вообще куча. То есть, начиная вот, там, площадка, заканчивая, там, не знаю, свет, съемка, кейтеринг, там, не знаю, там, какая-то оффлайн реклама, наружка, баннеры, там, растяжки, ведущий, диджей, музыка, там, не знаю, транспорт до этой площадки, там, дофига, короче, всего. Это все нужно, естественно, просчитывать. И лучше брать тоже люфт какой-то, то есть, закладывать какую-то амортизацию, тоже в районе, там, 20%. То есть, если вы, там, все это посчитали, и у вас вышел, скажем, там, 1 миллион рублей, то лучше накинуть еще, там, 20% сверху на непредвиденные расходы. Получается 1-2 миллиона рублей. Все. Это ваш каст на организацию. Таким образом, мы получаем примерно стоимость кастов на маркетинг, касты маркетинг, плюс касты организация, плюс, скажем, человеческий ресурс HR, плюс, скажем, какой-нибудь комиссия партнеров, отдела продаж, там, не знаю, еще чего-то. И, в итоге, у вас там получается какая-то сумма денег, да, это наши затраты. Предположим, это 2 миллиона рублей. После этого мы возвращаемся к обратной воронке и проверяем, вот, сколько мы там зарабатываем чисто с маркетинга, без учета наших расходов, и входит ли это, ну, бьется ли это с нашей финансовой моделью. То есть, скажем, если мы, вложив рекламный бюджет, который мы просчитали в 125 тысяч рублей, зарабатываем миллион рублей, при этом у нас расходов на 2 миллиона рублей, мы как бы в минусе на миллион. Соответственно, если мы это видим, мы переделываем нашу финансовую модель, мы переделываем нашу обратную воронку, то есть, меняем либо средний чек, либо конверсии меняем, там, либо стоимость клика меняем. То есть, мы так переделываем, естественно, в рамках естественного процесса бытия, то есть, как бы, если у нас было, грубо говоря, 10% в конверсе, мы увидели, что мы зарабатываем мало, мы ставим 100% в конверсе, естественно, такого не может быть. Поэтому мы, как бы, ну, планируем, исходя из реалии, из реальности, да, вот, мы, естественно, это все переделываем, и наша задача, если мы хотим заработать, получается, из 125 тысяч рублей рекламного бюджета сделать 3 миллиона. То есть, два пойдет на косты, один нам в карман пойдет, предположим, да. Вот, то есть, мы вот так вот, получается, несколько раз можем переделывать нашу финансовую модель, пока нас все не устроит. После этого наша задача проверить данную гипотезу, проверить данную модель. У нас было несколько мероприятий в нашем агентстве, которые мы продвигали, когда мы, скажем, планировали один средний чек, но мы видели, что рынок реагирует по-другому. То есть, ну, важный момент, не забываем, что мы же, конечно, можем, там, просчитать у себя в голове, там, 5 тысяч рублей, там, средний чек 20, 50, 100 тысяч рублей поставить, да, но это у нас в голове, это одно дело, другое дело рынок. То есть, получается, вот, то, что мы просчитали с вами, и реакция рынка, да, рынок. Мы должны проверить соответствие, да, то есть, соответствие нашего оффера, нашего предложения, упаковки, позиционирования, уникального торгового предложения, триггеров каких-то, которые мы используем. Хавает ли его наш рынок, да, конкретно в данный момент, то есть, не когда мы год назад это все просчитывали, да, там, когда мы там сидели и все это считали, там, нет, именно сейчас, потому что рынок динамичный, все развивается. Скажем, два года назад Портнягина все любили, сегодня его все срут, предположим, да, там, через два года опять его будут любить. И если у нас спикер Дима Портнягин, то, ну, это тоже может повлиять на сбор мероприятия. Поэтому куча моментов, которые мы можем не учесть, когда мы планировали наш, там, бюджет и финансовую модель. Поэтому прежде чем вваливать кучу денег, наша задача проверить реакцию рынка, вот. Как только мы проверяем, то, скажем, как я сказал, то есть, у нас были такие кейсы, когда мы там ставили средний чек 5000 рублей, рынок реагировал плохо, было мало заявок, мало продаж, мы снижали средний чек до 1000 и получали больше продаж, соответственно, мы зарабатывали уже не за счет среднего чека, а за счет просто большего количества продаж, да. Вот. Если вам была данная информация интересна, если у вас свое мероприятие, там, либо вы как-то связаны с ивент-индустрией, оставьте комментарий, подпишитесь на мой YouTube-канал, поставьте лайк, колокольчик, как обычно. Можете написать какие-то темы, проблемы, вопросы, которые сволнуют на эту тему в комментариях. И, соответственно, если у вас мероприятие, которое нуждается в упаковке, в продвижении, можете, естественно, обращаться в мое рекламное агентство Adventure, пишите на сайт, звоните, можете мне в Instagram писать, можете на сайте оставить заявку. Всех ждем, спасибо за внимание.